Служба информации Юргена продолжает следить за развитием событий. Прямо сейчас смотрите детали дня. Передаю слово своей коллеге. Елена, добрый вечер, эфир ваш. Александр, спасибо большое. 4 февраля – Всемирный день борьбы с онкозаболеваниями. По словам специалистов, сегодня известны причины возникновения злокачественных заболеваний, и это помогает предотвратить примерно одну треть новых случаев. А при обнаружении раковой опухоли на ранних стадиях возможно успешное лечение. Это детали дня. Говорим сегодня о диагностике онкологии. Мы работаем в прямом эфире. За 2016 год в республике зарегистрировано 3400 человек с различными диагнозами по онкозаболеваниям. Ежегодно наблюдается прирост заболеваемости в пределах 3-4%. По данным Министерства здравоохранения КОМИ, порядка 90% онкобольных региона проходят консультирование, диагностику и лечение в многофункциональном и многопрофильном учреждении. Это КОМИ Республиканский онкологический диспансер. Репортаж Даниила Ланкова. Любая инновация в медицине направлена прежде всего на сокращение смертности. Для онкологии это актуально вдвойне. С 2014 года в КОМИ пациентов с раком теряют все меньше. И это прежде всего, как говорят эксперты, главный итог национальной программы онкология, благодаря которой в нашем республиканском диспансере провели глобальное технологическое перевооружение. Это цифровой маммограф, врачи называют уникальным. В КОМИ таких установок всего три. Две работают в Сыктывкаре, одна в Воркуте. Проходить исследование пациентам стало гораздо проще. Исследование происходит гораздо быстрее. То есть не надо ждать проявления пленочки. Снимочки отправляются, полученные сразу с моей базы, на базу к доктору. Женщины, конечно, ждут, получается, исследование само укорачивается. По времени занимает меньше времени. В рамках все того же глобального технологического перевооружения в помощь региональным онкологам поступил современный эндоскоп. Мало того, что диагностика рака шагнула вперед, так теперь еще и минимальные вмешательства проводят без сложных полостных операций. Благодаря такому аппарату мы можем пройти за стенозирующие опухоли, которые сильно суживают просвет пищевода, например, в частности, чтобы определиться с ее протяженностью, и уже потом поставить протез, позволяющий человеку потом питаться, обойтись без операции. Иммунно-биологические и таргетные препараты – новое слово в химиотерапии. Название сложное, принцип действия простой. Лекарства подавляют и угнетают активность раковой клетки, не давая ей делиться, при этом совершенно не задевая здоровые ткани. А еще заставляют иммунную систему человека игнорировать в организме чужеродное злокачественное образование. Процедуры, в отличие от известной всем химиотерапии, куда проще. Можно даже не приезжать в Сыктывкар, а проходить лечение в районных больницах. Правда, таким образом можно справиться с раком только на ранней стадии. Совершенно другой спектр токсичности. То есть это не эметогенная токсичность, то есть тошнота, рвота, не гастроинтерстициальная токсичность, которая тоже тяжела, проявления имеют очень тяжелые последствия. Это стоматиты, диарея. Не требуется такого частого контроля общего анализа крови. Нет, не развивается обратимая аллопице, то есть потеря волос. То есть пациенты также трудятся с лучшим качеством жизни. Ну, наверное, вот все-таки плюсы в основном вот в этом. Ну, конечно, это лечение, оно более затратно, более дорогостоящее. Свои ноу-хау и в отделении гематологии. Теперь здесь занимаются пересадкой костного мозга. Правда, материал не донорский. Работают со стволовыми клетками самого пациента. Такая процедура существенно продлевает жизнь онкобольных. Нужно выдержать забор этих клеток. Это не больно, это просто внутривенная инъекция, которая, ну, она очень длительная процедура забора, несколько часов. Ну, и, соответственно, после самой трансплантации костного мозга, после пересадок этих клеток, период выхаживания где-то около двух-трех недель. В радиологическом отделении республиканского онкологического диспансера лучевую терапию ежедневно получают более полусотни жителей Коми. С раком здесь борется линейный ускоритель. Радиоактивные частицы с точностью до миллиметра бьют прямо по опухоли. Эта установка единственная в Коми. Причем лечение здесь проходят и взрослые, и дети. Впрочем, сами врачи отмечают, главный их союзник в борьбе с раком – пациенты, которым необходимо следить за своим здоровьем и хотя бы раз в год посещать кабинет онколога. Медики не устают повторять – рак, обнаруженный на ранней стадии, можно победить. На этой неделе в республике идет массовая акция по обследованию жителей на выявлении онкозаболеваний. В 34 медицинских учреждениях организовано оперативное консультирование специалистов разного профиля. Кроме того, по необходимости прямо на месте проводится маммографическое, флюорографическое и ультразвуковое исследование. И что немаловажно, медицинские учреждения организуют информационные мероприятия, на которых можно узнать о профилактике и раннем выявлении онкозаболеваний. Кому и когда стоит обратиться на прием к специалисту? Реально ли квалифицированная диагностика на уровне сельских амбулаторий? Обсудим этот и другие вопросы заведующим поликлинического отделения Коми-Республиканского онкодиспансера Александром Якимовым. Александр, здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, на Западе строят специальные скрининговые центры, которые узконаправлены на диагностику онкозаболеваний. Здесь наши врачи справляются все во время профосмотров, диспансеризации. Скажите, пожалуйста, готовы ли вообще муниципальные фельдшеры, врачи, специалисты к такому приему, к ранней диагностике? Да, конечно. Все специалисты, включая себя и фельдшеров, и акушерки смотрового кабинета, и в том числе все врачи всех специальностей обучены на предмет ранней диагностики онкологических заболеваний. Поэтому пациенты, обратившиеся на любой уровень за медицинской помощью, в том числе и на предмет выявления ранних форм онкологических заболеваний, должны получить адекватную помощь в этом плане. Скажите, пожалуйста, нужно ли сразу же ехать в город или все-таки попробовать решить этот вопрос прямо там, на месте, в ЦРБ, в родной больнице? В любом случае существует трехуровневая система, которая предусматривает на первом этапе первичное звено. То есть если мы говорим о селе, то это как минимум ФАП, то есть обратиться к фельдшеру. Если на этом уровне не получается, то есть есть второй уровень, это уровень ЦРБ. То есть человек может быть напрямую обратиться к терапевту, если есть онколог или первичный онкокабинет к онкологу за помощью, где ему, в принципе, будет оказана помощь. Если на этом уровне будет недостаточно в плане диагностики или квалификации врача, то можно будет всегда обратиться путем направления, электронного направления, в республиканский онкодиспансер Сыктывкар. Это уже третий уровень. Предположим, человек никогда не болел онкологией, но тем не менее обеспокоен своим здоровьем. С чего ему стоит начать? Какие вопросы правильно нужно поставить перед врачом, чтобы получить то самое заветное направление на обследование? Начать нужно хотя бы с того, хотя бы в рамках той же самой диспансеризации или профосмотров. Обратиться за медицинской помощью в учреждение, которое по месту жительства, и пройти хотя бы тот минимум, который уже существует на данный момент. В этот минимум включается обязательно общий анализ крови биохимический. Если говорить про специфические онкологические какие-то показатели, то это будут онкомаркеры, а именно для мужчин простатоспецифический антиген. Для женщин это онкомаркеры СА-125. Маммография также для женщин. Флюорография для мужчин и женщин. И, собственно, консультация специалиста. На этом уровне будет достаточно. Уже по ходу непосредственно общения врача с больным, определение анамнеза, анамнеза жизни, существующих каких-то его уже хронических заболеваний, будет определена дальнейшая тактика поведения и лечения этого пациента. Скажите, пожалуйста, а вот, например, хроническое заболевание у человека есть? Стоит ли добиваться более глубокого обследования вот этого хронического заболевания? Значит, любое заболевание имеет определенный стандарт обследования и лечения. То есть врачи на местах, в принципе, это знают. И, конечно, любая хроническая форма заболевания предусматривает более глубокое, скажем так, обследование. Ну, смотря по какой локализации. То есть все надо смотреть там индивидуально. Предлагаю обратиться сейчас к цифрам, представленным Министерством здравоохранения Республики Коми. Статистика фиксирует на данный момент рост онкологических заболеваний. Это цифры из расчета на 100 тысяч человек населения региона. Численность, кстати, населения сейчас, в 2017 году, по данным Росстата, составляет 850 тысяч человек. Итак, на каждые 100 тысяч человек порядка 400 случаев, когда как раз-таки был диагностирован рак. Из них 250 человек – это почти городское население, остальное – сельские жители. И есть еще одна, можно так сказать, примечательность. В этом составе, в этих 400 случаях, как раз женщин больше, чем мужчин. Далее, смертность по онкологии у нас динамика отрицательная, почти на 1% понижение зафиксировано. И всего было поставлено на учет с диагнозом злокачественное заболевание в 2015 году 18 937 человек, а в 2016 – 20 122 человека. Скажите, пожалуйста, если посмотреть все эти параметры, как можно прокомментировать их? Первый параметр. Итак, заболеваемость у нас растет за счет чего? Больше стали выявлять качественнее? Несколько факторов, да, в первую очередь. Надо же учитывать то, что улучшается диагностика, доступность помощи. То есть это объективно у нас в плане диагностической базы улучшилось и по банально-магмографическим кабинетам, и по рентгеновским комплексам. Кому же теперь почти в каждом муниципалитете, за исключением Печора, есть у нас онколог на месте? Да, не говоря уже об УЗИ, диагностике и так далее. То есть улучшилась выявляемость и регистрация случаев. В принципе, этот показатель – это не такой плохой, наверное, в плане медицины. То есть мы говорим о том, что мы активно выявляем, активно их регистрируем. В плане того, что заболеваемость растет, может быть, в человеческом отношении, это может быть не так хорошо. А вот как раз-таки разделение на мужской тип, то есть по гендерному типу, мужчины, женщины. Мужчины меньше обращают внимание на свое здоровье? Не без этого. Если говорить про мужчин и женщин по именно уровню заболеваемости, опять же, эти показатели определяются отчасти количеством. То есть женщин у нас больше. А так как преимущественно онкология – это болезнь, скажем так, возраста за 50 в среднем, пик заболеваемости у нас приходится где-то на 60 лет, то женщин в этом возрасте просто фактически больше. То есть получается, ведь если посмотреть на методику, определяется раз в 5 лет как раз-таки снимается этот самый показатель для того, чтобы выявить и предоставить такую статистику. Или я ошибаюсь? Есть показатель такой, называется живые 5 лет и более, 5-летняя выживаемость, который определяет именно, насколько люди долго живут после пройденного лечения, скажем так. Значит, это уже говорит показатель о качестве лечения именно на уровне специализированной помощи. Этот показатель, он не только имеет, скажем так, градацию 5-летнюю, он имеет также есть показатель 10-летней выживаемости, 1-годичной летальности. Если говорить за 1-годичную летальность, то это определяется именно качеством оказания помощи именно первичного звена. То есть с какой стадии к нам пришел человек изначально. Кстати, я попросила бы сейчас нашего режиссера еще раз вернуть этот наш слайд, потому что там есть очень важная цифра. Мы говорим о цифре, секундочку буквально. Итак, по злокачественным заболеваниям 20 122 человека. В этом числе случаи по первому, второму типу, получается, стадиям заболеваемости, когда лечение еще возможно, причем положительные результаты можно получить. И третья, четвертая стадия, когда уже сложно бороться с заболеванием, она в какой процентовке, например, из этих 20 тысяч? Хотя бы примерно. Нет, ну этот показатель 20 тысяч говорит о том, что, я хочу сказать то, что, во-первых, он увеличивается. У нас с каждым годом, вот если даже посмотрели с 15-м годом, да, у нас 2000 человек, на 2000 человек, во-первых, зарегистрировано, да, и этот показатель, он растет. Пятилетняя выживаемость, она порядка составляет 54%. Это можно говорить о том, что как раз-таки пятилетняя выживаемость, это те люди, которые первой, второй стадии были пролечены, вовремя диагностированы, пролечены, и они дальше продолжают жить. Правильно? Большинство из них, да, подавляющее, это, конечно, более ранние стадии. Я попрошу вас помочь прочитать следующий слайд и еще несколько цифр, полученную по лечению в республиканском, по тем, кто обращался в республиканскую онкологию. Итак, если посмотреть на цифры, за 2016 год вас посетило почти 45 700 человек. Если посмотреть по столбикам, в прошлом и позапрошлом годах было по 46 тысяч человек у вас на приеме, у ваших специалистов. Скажите, пожалуйста, почему стало меньше людей обращаться? Ну, это можно отчасти объяснить тем, что нагрузку взяли на себя первичные кабинеты, которые за 2016 год, скажем так, заработали в полный объем во всех фактически муниципалитетах. Есть онкологи, понятно, что они оттянули на себя часть пациентов, которые раньше ехали только к нам. Но вот, например, получили лечение 7179 человек. Это лечение в плане чего? Это химиотерапия, это операции, это... Да, в свою очередь, касаемо лечения, то есть это те больные, которые уже имеют диагноз рак, мы говорим о том, что да, имеет рост, и, к сожалению, это и рост из года в год. Это, в первую очередь, определяется количеством новой выявленных случаев. То есть, вы посмотрели, у нас из года в год идет рост, да, и не только первичных, только единичных случаев. К сожалению, человек может болеть и не только одной формой рака, да, их может быть несколько, это тоже наблюдается. Поэтому нагрузка, конечно, на онкодиспансирует достаточно большая. Мы сейчас вот те самые цифры обговаривали. Скажите, пожалуйста, они касаются только взрослого населения или дети в той же общей массе чисел? Если говорить по заболеваемости, там, смертность показателей, диагностики, то да, они туда относятся. Если говорить по поводу лечения и консультирования, там касаются цифры только взрослого населения, так как медицинскую помощь специализированную онкологическую оказывает детская и республиканская больницы. Скажите, пожалуйста, а все ли медицинские обследования проходят люди, можно так сказать, в рамках бесплатного медицинского страхования? И все ли обследования доступны сейчас на территории Республики Коми? При наличии полиса ОМС любой гражданин может получить абсолютно бесплатную помощь в плане консультации и лечения. Что касается объемов лечения по ряду нозологий, к сожалению, республика у нас небольшая, мы просто не обладаем теми возможностями и специалистами. В этом случае, конечно, мы направляем по линии высокотехнологичной медицинской помощи за счет квадирования Минздрава на центральные базы. Это, как правило, не Герцена, город Москва, и не Петрова, это город Санкт-Петербург. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, это прямой эфир, телеканал Юрган. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Валентина. У меня вот такой вопрос. На ранних стадиях почему-то во многих поликлиниках и больницах не ставят верный диагноз. Ставят, может быть, вот у меня свекровь, она умерла от рака кишечника, ей ставили другой совсем диагноз на протяжении многих лет. Но в итоге поставили четвертую стадию рака кишечника, вошедшую в матку. Что в данном ситуации делать? И также у меня свекор, которому поставили совсем другой диагноз, а в конце оказалось, что у него рак легких. Уже полностью неизлечимо. И человек умирает через полгода. Но свекровь мы, как могли, поддерживали, она у нас была 4 года в лежачем состоянии. Но нам говорили, что она проживет ровно в полгода. Но мы старались, как могли, ее поддерживали. Через 4 года она, к сожалению, покинула нас. А свек ровно в полгода. Спасибо большое вам. Скажите, пожалуйста, все-таки несут ли ответственность врачи, которые выявляют болезнь на запущенном уровне, когда уже фактически человеку осталось, можно так сказать, облегчить страдания? В каждом лечебном учреждении есть врачебные комиссии. В функции этой врачебной комиссии также входит разбор таких запущенных случаев. То есть, если по факту смотреть, не всегда тут вина врачей. То есть, отчасти человек может поздно обратиться. Это одна из основных причин. Но тем не менее, когда говорят о том, что действительно лечили, но не от того. Это чаще всего встречается вот такая жалоба. Но тем не менее. На случай клинических ошибок или ошибок диагностики приходится не более, скажем так, 20%, 15-20%. Это именно по информации и по разбору, который нам поступает в онкодиспансерс-территорий. Мы анализируем и смотрим это. И по сути своей врачам нет смысла скрывать эти цифры, потому что в основном эта информация используется как учеба. То есть, все эти случаи разбираются на врачебных планерках и делаются организационные выводы. Вот вы как раз таки говорили о том, что если человек не уверен в своем диагнозе, рекомендацию можно дать и по выезду на другие уровни, то есть в центр. И, например, в 2017 году в республике такая введена мера социальной поддержки. Это компенсация транспортных расходов онкобольным из труднодоступных районов в лечебные учреждения и обратно. Мы понимаем, что достаточно много людей и расходов, и очень много забот. Поэтому такая мера вводится. Она, например, наводится по такому же принципу, как мы до этого делали, проезд для беременных из труднодоступных районов к месту родовоспоможения. Мы знаем, есть центры, где оказывают онкопомощь, есть районы, прикрепленные к этим центрам. То есть, соответственно, люди, выезжая из этих районов, с определенной периодичностью, которая будет установлена у нас уже в постановлении, с определенной периодичностью несколько раз в год будут получать компенсацию от государства для того, чтобы съездить и такую помощь, чтобы было оказано, чтобы свои средства им не тратить, будем возвращать компенсировать эти суммы. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу и продолжим нашу беседу. Кстати, мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 469060. Напоминаем, мы выходим в прямом эфире и говорим о диагностике онкозаболеваний в коме. И сейчас на связи с нами главный врач Кайгородской центральной больницы Вадим Мечетин. Вадим Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. В эти дни вообще по всей республике ведутся определенные мероприятия, в том числе и в Кайгородской ЦРБ. И я была на прошлой неделе там, видела, как ведет прием сразу же несколько специалистов, которым были заранее записаны больше сотни человек, которые и стояли на учете, и те, кто обращается первично. Скажите, пожалуйста, вот насколько качественно был проведен прием в эти дни? Сколько смогли выявить и, возможно, какую психологическую и информационную помощь оказать людям? Да, совершенно верно, Елена. У нас в рамках Всемирного дня борьбы с адвокатическими образованиями проводится и на этой неделе день открытых дверей. И на прошлой неделе у нас был специалист, онколог, мамолог, вел прием всех пациентов, которые были записаны. Он принял. В принципе, в основном это были приемы, консультации уже людей с известными заболеваниями. И проводился он очень качественно специалистом из Коми-Республиканского онкологического диспансера. Люди остались довольны, насколько я знаю, по их отзывам. Но в целом, конечно же, проблема злокачественного образования для нашего района очень актуальна. Наш район один из лидеров по заболеваемости. Но нужно сказать, что, в принципе, выявляемость у нас достаточно хорошая. И заболеваемость ежегодно у нас выявляется около 40 человек плюс-минус. Это число стабильное. И, конечно же, самое важное – это выявление на ранних стадиях. На ранних стадиях выявлять очень сложно злокачественного образования. И это движение двухполосное, когда и пациент, и его родственники, и врач одновременно выявляют онкозаболевание и своевременно диагностируют и отправляют на лечение. Вадим Сергеевич, еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, достаточный ли средств для диагностики? У вас насколько молодое оборудование, которое помогает вам в диагностировании? В нашем учреждении достаточно хорошо оснащено для сельского райцентра. И, соответственно, мы имеем и цифровые рентгенустановки, и флюора, и рентген с рентгеноскопией. Более того, в этом году, в конце прошлого года, мы получили эндоскопическое оборудование как раз по программе профилактики злокачественного образования. Мы его уже активно используем. У нас работают высококвалифицированные врачи, и достаточно качественно работают, и их выявляемость достаточно высокая. Около 18% из всех выявленных заболеваний мы выявляем профилактически, то есть до появления клинических проявлений каких-либо, то есть ранней стадии, которые можно радикально вылечить. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что ваша динамика будет снижаться по обратившимся именно по онкоболинам, но выявляться намного быстрее, намного качественнее работа будет соблюдена со стороны врачей. Скажите, пожалуйста, вот тот самый день, 4 февраля, это открытый день дверей, день открытых дверей и в вашем поликлиническом отделении. Скажите, пожалуйста, здесь можно прийти любому человеку, неважно, есть у него онкозаболевание или нет? Да, мы активно участвуем в такого рода программах, в принципе, как не мы, только можем понимать значимость этих вещей, да, поэтому всегда поддерживаем. И поэтому любой человек, имеющий паспорт и полис, может подойти и пройти обследование, консультацию, как минимум, на базе нашего учреждения. Это разовая акция? Нет, мы участвуем в этих акциях не раз, как правило, раз в квартал. Последняя была акция где-то в октябре по раннему выявлению рака молочной железы. До этого была акция по раннему выявлению меланомы. Она была достаточно результативна, то есть я считаю, что порядка 3 случая у нас выявлено. То есть в результате, в реальном ходе обследования, беседы с пациентом вы выявляете какие-то... Да, беседы, не только беседы, а осмотр пациента. Ведь акция, она предполагает, что человек пришел, рассказал, посмотрели какие-то его анализы, какую-то карточку и... Назначили обследование, если это нужно, да. И в рамках обследования в тот же день можно что-то пройти, не стоять в очереди. Не всегда в тот же день, значит, и тоже порой не получится избежать очереди, но тем не менее человек получит, значит, общий осмотр, консультацию и распишут обследование, да. А обследование там уже в должном порядке, что нельзя будет пройти в этот день, будет пройдено в последующую. Я вот слышала, что сейчас есть среди методов один весьма любопытный исследование на генетических материалах. И он как раз-таки может определить с точностью до 90%, если предрасположенность. Такие вещи проводятся в республике. Я скажу, что они не массовый характер имеют. Для нашей республики может быть такие единичные случаи. Этот метод определения мутации в генах, да, и называется он BRCA1, BRCA2, на определение именно раковых заболеваний, рака молочной железы, яичников и кишечника. То есть, в принципе, люди, имеющие родственников, кровных родственников, значит, особенно если говорить женщин по женской линии, мать, бабушка, там, прабабушка, имеющие заболевания молочной железы, яичников, да, достаточно в раннем возрасте, где-то в 40-летнем, имеет смысл сдать это обследование, пройти обследование, сдать кровь и определить наличие мутации именно в генах. Если это будет доказано, то вероятность возникновения рака вот этих локализаций достаточно высокая, то есть она составляет порядка 100%. Вот в массе, если брать в популяции, это не так часто приходится. По ряду источников это 5-10%. Вот мелочь, конечно, но вопрос, вот в этих акциях участвуют дети или это только для взрослого населения? Ну, наш онкодиспансер обслуживает взрослое население, соответственно, совершеннолетние. Да, совершеннолетние, 18 лет и старше. Все, что касается населения, детского населения, это детская республиканская больница. Болеть, к сожалению, молодеет. Заболеваемость среди детей от года до совершеннолетия за последние 6 лет наблюдений выросла на треть. Ведь диагностируется она сложнее, но у молодых организмов больше шансов не только побороть рак, но и вернуться к полноценной жизни. Мы сегодня связались с одной из мам, которая со своей дочерью прошла этот тяжелый путь. Наталья, добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, возникновение у вашей дочери онкозаболевания, насколько быстро его диагностировали и насколько точно был поставлен диагноз? Ну, диагностировали на ранней стадии, на второй, буквально случайным образом, то есть при плановой флюорографии. Плановой флюорографии, то есть такое простое обследование помогло выявить. Скажите, пожалуйста, вы здесь проходили лечение или пришлось выезжать за пределы? Здесь, в Саппивкаре, в республиканской детской больнице, в онкогенатологии. Насколько быстро ребенок вошел, можно так сказать, вернулся к жизни? Ну, уже через полгода, да, и, в принципе, справились сейчас период ремиссии у нас. И каждый квартал мы как бы обследуемся, держим под контролем. С нами связался один центр, который занимается реабилитацией. Как раз-таки ребята рассказал, что уже не первый ребенок отправляется на реабилитацию. Куда вы едете и кто вам вообще помогает? Ну, про реабилитационный центр я вообще слышала про разные, но в нашей ситуации информация никакой лично к нам не поступала. То есть у вас еще приглашений нет? Нет, ни от кого не слышали ничего. То есть я могу так сказать, что мы предварили приглашение как раз-таки в этот центр. Я надеюсь, что на следующей неделе у вас эта бумажка уже с заветным приглашением будет. Кстати, телеканал Юрган каждый месяц проводит акцию «Спасти ребенка» с благотворительным фондом «Сила добра». Мы обращаемся к историям детей, которым необходима наша с вами помощь. На этой неделе мы рассказывали о 12-летней Карине Грецюк из Печоры. У девочки обнаружили онкологическое заболевание, лимфому Ходжкина. Ей предстоит полугодовой курс химиотерапии в Санкт-Петербурге в Федеральном медицинском исследовательском центре имени Алмазова. Само лечение препараты оплатило Министерство здравоохранения по квоте. Но средства все же необходимы, чтобы рядом с Кариной могла быть ее мама. Она воспитывает дочь одна. Два месяца назад женщина лишилась единственного источника дохода. Ее сократили, поэтому любой готовый помочь Карине может отправить смс с коротким словом КОМИ на короткий номер 7715. Это были «Детали дня». Ну а завтра на Юргане в 8 вечера «Детали недели» с Александром Кузнецовым. Всего вам доброго!